В регионе распочалась закладка урожая у стабилизационные фонды. Все лето плануется заховать на осенне-зимовый период 10 тысяч тонн хороднины, амаль 7800 тонн бульбы и больше, как полторы тысячи тонн яблок. Выконать задачу необходимо до 15 листопада. Дмитрий Котов протягнет. Уксуп тепличное задание по закладке цибули поспели полностью выконать. На чарзе капуста, морква, бураки и бульба. Их еще убирают. Назменение термина у значной ступени поуплывало на дворе. Замоцных опадков уверостнее, амаль два тыдня оказались и страшные. Однако на огульном вынику это не повинно отбиться. Все лето на предприемстве повеличили объемы по закладце продукции у стабилизационные фонды. Увеличен у нас по луку, по моркови, по свекле. Картошка осталась на прежнем уровне. Обеспечиваем розничную торговлю города Гомеля. Также бывают и по возможности, если у нас есть резервные объемы, можем и на Беларусь отпускать. На предприемстве зараз два бульба сховища. У кожным по три камеры. Подчас визиту нашей сдымочной группы ожитивлялась приемка продукции с поля. На прием на сортовальном пункте бульба очищается от смети. И праздник и час накеровывается на заховывание в осенне-зимовый период. Данное хранилище на сегодня у нас две камеры заполнены. Порядка 1400 тонн. Вот начали вчера закладывать третью камеру номер три. Наши камеры оборудованы системой микроклимата. После сушки и лечения, которые происходят в первые от двух недель до 20 дней, включается автоматика, заданы режимы как влажности, так и температуры. И поддерживается в течение всего этого периода. У стабилизационные фонды региона закладываются от 15 до 30% вырабляемой продукции. Объемы по статисты цена в открыху перевышают, необходные для споживания. Тому можно упевненно казать, что насельство в области будет полностью забеспечено в осенне-зимовый период сельско-господаршей продукции. В Оголе плануются закласти у стабилизационные фонды 10 тысяч тонн Городнины, амаль 7800 тонн Бульбы и амаль 1800 тонн Яблык. Зарабить это необходно до 15 листопада. Уже конкретный выбор каждого потребителя, каждой торговой организации, какую продукцию они будут закупать и реализовывать, поскольку есть определенные стандарты качества по размеру, по качеству продукции, по ценовому фактору. Здесь ситуация, она, конечно, достаточно разнообразная, поскольку даже вот сейчас, я думаю, многие наши покупатели традиционно будут вести заготовку на зимний период на ярмарках закупать. И уже видно, что продукция достаточно широкий ценовой диапазон, но снова же это влияет, конечно же, от сорта, вида, от размера и других условий реализации продукции. Поэтому все основания полагаются о том, что у нас обеспечен будет рынок на текущий межсезонный период. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».